The F2 The Metal Age Ты приходишь на старую местность, и она полностью менялась. Это я про храм Хаммеритов, он был полностью перевернут. И плюс к этому, большая часть миссии проходила в подземелье, которую нельзя было посетить в предыдущий раз. То же самое и с собором, он был закрыт, а во второй раз нас пускают в него. А тут что, город, по которому придется походить дважды. И особняк, который также будет посвящен два раза, только уже подряд. Первый раз это розоведка, где нельзя попадаться на глаза и хоть как-то физически вредить людям. Вырубать нельзя ни газом, ни чем-либо еще. И этот момент для меня плюс, потому что это достаточно сильное геймплейное изменение. Ибо когда разрешено вырубать всех, то ты потихоньку на локации избавляешься от всех. А тут никто никуда не денется, и карманные кражи становятся куда напряженней. Подобное задание будет не первым, а вторым. Первый раз такое ограничение встречается в местном отделении городских стражников. И как же это было круто выходить в конце задания через главный вход, а вся автоматика была отключена. Но обратно к повторению, во второй раз при посещении особняка все что меняется это третий этаж и круглый выставочный зал. Ибо он наконец-то достроен. И как-то изменений слишком мало. Локации так стали куда меньше и запутаннее, а тут еще и такое халтурное повторение. И от этого элемент исследования стал слабее. Нет, даже не так. Оно стало более ориентировано на тщательный поиск. Раньше приходилось просто искать, а куда собственно в этих лабиринтах идти, а теперь то что припрятано. Например, одна из дополнительных задач найти пряностей, чтобы их отыскать надо облазить все ящики на складе, точнее их залежи, и к этому еще и облазить корабль, который пришвартован недалеко и еще одного вора. В комнатах на третьем этаже есть маски, их можно украсть, но вот проблема. На полу под ковер замаскирована нажимная плита, которая активирует впрыс газа. Первые такие комнаты я ограбил при помощи стрелы веревки, спускался, забирал маску и поднимался. Вот так вот повторить три раза, но это все было неудобно, потом приловчился собирать их прыгая по пьедесталам. А к чему это я? К тому, что ловушек в игре больше нету, это скорее исключение, и то ее можно отключить, а вот попасться на турель, который ты не ожидаешь, вполне себе возможно, если у нее в качестве снаряда бомба, то привет ваншот. А в этом моменте я затупил, ибо эту турель можно было не включать, а я как идиот наоборот включил, чтобы передвигаться веселее было. Да и название The Metal Age тут не просто так, создается ощущение, что именно от него все и делалось. Больше никаких подземелья, старых заброшенных городов, склепов, зомби, призраками и прочей нечисти, нету больше богомолов, ну я так их называю, хотя по правильному будет мухоловка. Краби народ тоже исчез, люди-обезьяны остались, и то только в одном задании, и все так же их можно убивать в открытом бою, и на этот раз сложность была выбрана максимально. И больших ящеров-буриков тоже нету. Был один момент, когда появились необычные враги-энты, и это было страшно, ибо вот такая большая махина, но благо их можно обойти не потревожив. Ладно, всякая нечисть все-таки есть, но она встречается в очень маленьких количествах, настолько, что из игры убрали святую воду. И если начинать играть именно со второй игры, то могут возникнуть проблемы, ибо игрок просто не будет знать, как ей противостоять. Но знания из первой игры были со мной, так что никаких проблем не было. И кстати, об этом из второй игры вырезали обучение. То есть, предполагается то, что вы играли в первую часть, а потом начали играть только во вторую часть. И еще про живность. Пауков тоже крайне сложно встретить, помню только момент с мясной лавкой, где был паук и несколько маленьких, и в ней, кстати, был еще морозильник, и одну очевидную ловушку в темнице, где паучки просто спаунились, если нажать кнопку, на которой написано «не нажимать». Говорю, что больше ловушек нет, и тут же привожу пример еще одной такой. Ну, там я имел в виду то, что нет именно механических ловушек, когда ты наступаешь на нажимную плиту, и вылетают стрелы. Городу уделили больше внимания про то, что в него просто выпускают, я уже говорил, хотя скорее в какой-то отдельный район или область. Ибо многое, что остается вне тех двух миссий. Это порт со складами, где есть очень интересные механизмы открывания дверей от контор. И в этом самом порту можно наблюдать интересные вещи, звукозаписывающую студию, например, и это крайне необычно. Про морозильник лучше я уже говорил. Можно найти и камеру для познания свидетелем преступника, только стекло прозрачно с двух сторон, так что негодяй сможет потом отомстить тому, кто на него показал. Хотя в этом мире фанатиков, я не удивлюсь, если после того, как преступника взяли, то мы его больше не увидим. Никто его больше не увидит. И опрос свидетеля нам покажут. Всякие выключатели для света, и помню, как я говорил про отсутствие газовых ламп, что это нелогично. И вот их уже завезли. В одном из заданий нам дадут полазать по крышам домов, это тоже крайне радует. И пробираясь по ним к цели, можно еще пограбить граждан. И встретить еще парочку таких же ремесленников, как и мы, только сразу видно, что они не профи, ибо грабят их всего один дом, и делиться с нами они не намерены. Количество всяких диалогов NPC заметно увеличилось, теперь в каждой миссии они есть. Как информативные из которых узнается полезная информация, так и забавные. А иногда разговоры о чем-то еще из них узнаем о мире игры побольше. Их настолько много, что у меня есть отдельная папка с ними, и их там 65. И в них еще очень часто говорится о том, как изменился город из-за этой эпохи металла. Охранник сболтнет, что птиц больше нету. Жители скажут, что все деревья зачахли. И действительно, в самом городе их не найти, только у богатеньких людей в их оранжереях и садах. Но во время этих диалогов уровень внимательности снижается практически до нуля. Вот лучники двух разных знатных граждан спорят друг с другом, и результатом становится их перестрелка. Насмерть. И только после того, как одни убили других, на Гаррета будет обращено внимание. Или вот двое любителей машин не замечают, как у них под носом была отключена одна из них. Ибо разговор важнее. И только после его окончания идут на поиски. А можно вовсе проскользнуть у них под носом и не заметят. Ибо врубился какой-то синдром, и почти все их внимание друг на друге. И иногда бывает так, что ты натыкаешься на то, что было в предыдущих заданиях. Вот разговор о библиотеке и пропадающих книгах. И вот уже продолжение этой истории в следующей миссии. А в этой библиотеке они действительно вводятся, и причем тот, который атакует, он бессмертный. Единственный способ его остановить, это найти пять писем в этом помещении. Был момент, когда некий влиятельный гражданин крайне сильно расстроен тем, что его не пригласили. Потом можно было найти записку о том, что нет ответа от него, и его жены с пометкой приглашения не дошло. И такие связи еще есть. Да, это довольно простая вещь, но приятно такое подметить. Добавились новые предметы в арсенале. Осветительная шашка. Вот зачем она, я не знаю. Конечно, можно ею что-то там подсветить, но у меня каких-то особых проблем с яркостью не было. Да, и в любой момент ее можно повысить, даже не заходя в меню. Разведшар – вещь уже куда более полезная. Но я ей почти не пользовался. Так, иногда. Ибо, ну, зачем мне как-то его кидать, а потом осматриваться при помощи него. Ждать все эти анимации, плюс его приземление может привлечь внимание. Куда проще для меня быстрое сохранение, и так проверить. Или прислушаться, чем вот это вот все. Арсенал мин расширился световыми, и это крайне полезно. Ибо поставил датаку в месте следования врага, и сидишь, ждешь, когда он попадется в ловушку. Ну и как бомбу-вспышку никто не запрещает использовать, только приловчиться надо. И мины газовые добавились, вот только момента с ней у меня нету. Извините. Еще дали зелье невидимости, крайне удобная вещь в зачистке комнат с большим количеством охраны. Даже заморачиваться не надо, выпил и побежал. Замедленного падения зелья добавили, ну, не знаю, лично мне нигде оно не пригодилось. А вот зелье дыхания было использовано. Я теперь знаю, как оно работает, всю полоску кислорода просто восстанавливает. И то я его использовал, ибо искал в воде затонувшие жилые помещения. И, конечно же, немного затупил. И так как я играл на максимальной сложности, то убивать врагов нельзя. Ну, точнее, людей. Есть такая вещь, как яйцо жабы. Из которой взрывная жаба, собственно говоря, и появляется. И вот при таком раскладе убийство лежит не на плечах Гаррета. Нет, ну а что, жаба это живое существо, правильно? Если она сама решила взорвать врага, то это не я убийца, а она. Если вдруг надо запачкать грудки, то она разберется. И появился новый вид стрел. Всего один. И то это развитие идеи с веревкой. Теперь еще есть стрела с Лианой. Единственное отличие, это то, что она может цепляться еще к решеткам. Я тут говорил, что убрали святую воду. Ну так вот, больше ничего не забирали. Ну, разве что черный меч. Меч Константина вроде бы. И все. И пора переходить, собственно, к новым противникам. И первое, что попадается, это крайне неудобные механические глаза. Камеры, которые обнаруживают посторонних и поднимают тревогу. И ко всему этому могут активировать освещение или турели. И эти самые камеры уничтожаются только взрывами, что делает борьбу с ними крайне неудобной. Проще найти пульт, который их вырубает, или просто сделать помещение чуточку темнее. И они не смогут засечь игрока. Вообще, они создают много неудобств, и приходится все время их обходить. Особенно, если отключить нельзя. И вот вроде локация чиста от людей, но камера может все испортить. Особенно, если к ней прикручена турель или дверь. Попался, и проход перекрыт. Тревога хоть спадает со временем, и на том спасибо. Ну, и у них есть слепая зона под ними, ибо наклоняться их не научили, только вертеться. Турели бывают нескольких видов. Это с ломбой, стрелами, пилами. И с ними весьма неприятный момент, это их цех, ибо выключить их нельзя. И бегает, и как ужаленный, уворачиваясь от всех этих снарядов, сначала в одну сторону, потом в другую. Ну, благо, что только они. Ибо передвигаться их не научили. Уничтожить их можно тоже только взрывом, и понадобится их уже два. И различные роботы. Есть маленькие, которые никакой опасности не представляют, ибо оружия у них нету. Да и слепые они до тех пор, пока не услышат шум. Вот тогда они начнут видеть. Найдут вас и позовут своих более больших собратьев, которые очень даже опасны, ибо стреляют бомбами. А они и ваншотнуть могут. И этих роботов тоже можно взорвать. На них, кстати, только и тратятся мины на высоком уровне сложности, ибо убивать нельзя. Есть еще очень удобная взрывчатка, но встречал я ее всего два раза. И вспомнился, кстати, такой момент из первой части, когда надо было в этом вот самом соборе найти взрывчатку, подойти к воротам, взорвать взрывчатку у ворот, и ворота, типа, откроются от взрыва. Но у меня какие-то там скрипты не сработали, либо я как-то неправильно ее взрывал, хотя вроде взрывал прямо перед воротами, и они не всегда открывались. И мне еще из-за этого пришлось, кстати, на ютуб лезть, чтобы посмотреть теле ворота взорвал дате. Ну, благо я сделал быстрое сохранение, а так, если бы я не сделал его, и взорвал бы эту бомбу, то миссия пошла бы по одному месту. Еще можно найти записку, в которой говорится об их слабости, а именно о бойлере, который можно затушить. Но не только, по-моему, в записке говорится, еще в одном из разговоров, ну, чтобы игрок точно не смог упустить вот этот вот нюанс. И после того, как этот бойлер был потушен, все машины теряют способность двигаться. Вообще, эти механизмы, передвигающиеся, и не только, довольно неприятный противник. И одну из таких вот грозных больших машин с бомбами, можно найти до того, как она станет врагом. И становится немного не по себе, и бороться с ними в открытую трудно, ибо нужно взорвать, а так только подкрасться и пустить две водных стрелы в их печку. И вот из-за невозможности обезреживать всю эту технику, только при помощи меча или дубинки, они неприятны. Ибо почти всегда нужно тратить расходники. Над ними нету полного контроля. Такое было только с призраками. Да, бурики тоже были неприятны, но от них легко было убежать. А тут в тебя летит вполне себе быстрый снаряд. Не всегда хватает этих самых расходников, чтобы отключить, либо уничтожить, как их тут называют, механисты детей создателя. И может возникнуть ситуация, когда ты беспомощен перед механизмами, и можешь только прятаться, но все эти мех создания также слабы на вспышке, так что слепить их и пробежать мимо возможно. Но ладно только это, иногда к этой головной боли прибавляются слуги в полностью металлических масках. Их нельзя оглушить дубинкой, только газ. А есть один водолаз, которым ситуация обстоит. Наоборот, газ не берет, только дубинка. Но вот подойти к нему очень трудно, ибо везде пол при ходьбе, который очень громко лязгает. Можно, конечно, применить мох, но смысла в этом мало, ибо он не особо мешает этот охранник. Но несмотря на крайне малое количество всякой отечести, уровни, на которых может быть немного страшно, есть та же утроба с энтами и страшными цветками, у которых глаза не следят за тобой. Еще из деревни язычников, которых вырезали механисты, не как-то наблюдать за призраком маленькой девочки, которая дает тебе свою игрушку, ибо она ей уже не нужна жутковато. Ходи, рассматривай бойню, и общайся с уже неживыми. Или локации, где полностью отсутствуют люди, и есть только машины и слуги, которые, в свою очередь, просят их прикончить. Это уже не люди, ибо их как-то обработали механисты, это новые фанатики, еще более поехавшие, чем хаммериты, ибо их лидер возомнился богом, и то, что надо бы мир от всего живого почистить, оставив в нем только детей создателей. А все остальные охотно следуют за ним, и знать тоже, ведь какие хорошие подарки он делает, и стражу в виде роботов дает, и полотер, или что-то в этом роде было, и другие всякие подарочки. И глаз, механически, кстати, был им подарен Гаррету, в надежде на то, что тот присоединится. И да, всего-то одной глупой шуткой и немного другим названием можно переубедить женщину из знати, ибо, как это обычно и бывает, от жизни реальных людей он и оторванный. И есть еще одно создание Кароса, это глава механистов. Непонятные механические мальчики. Видел я двух таких, и что они делают, я так и не понял. Один просто прибежал к слуге, который был в отключке и стоял рядом с ним, только перед этим застряв в ящике, а второй такой просто бегал от меня. Жутковатые они. И вот это вот парового котла, настреляв в который можно отключить, другие механические создания, которые могут передвигаться, нету. И есть еще робопауки, и все тот же бойлер на спине, все те же две стрелы с водой, только это железная ползучая тварь, стрелы пускает. Ну и все, также прекрасная звука, по которым ориентироваться одно удовольствие. Да, с игрой были проведены дополнительные манипуляции, в том числе и улучшение этого звука, но в этом нету ничего сложного, либо сами справитесь с тем, чтобы найти руководство в стиме, о том, как улучшить игру. Ну что, еще один тест лево-право? Еще из новых вещей это двери со стеклом, и в первый раз с непривычки я даже попался возле такой двери, ибо логика была простая, дверь закрыта, значит меня не видно. Только она казалась, ну, слишком прозрачной, и всякие шторки не считаются чем-то непросматриваемым. Неприятный момент, ибо спрятался такой, думаешь, пройдут мимо, да не заметят. Ага, мечтай дальше. Еще появились охранец, да? Вот так при переходе власти к продажному шерифу, не совсем адекватных механистов, женщин стали брать. Ну ладно, это скорее условность первой части. И вот проблема, а о чем еще говорить? И в этом все неудобство делать видео по продолжениям. Все то же самое, но лучше. Вон, тех же секретов и всяких проходов вроде как стало больше, особенно на тех уровнях, где нельзя никого вырубать. Хотя насчет этого я на 100% не уверен, может просто увеличилась их плотность. И вот перед игроком должна была возникнуть загадка, а куда же пропал один из хранителей, который так удобно оставил записку для Гаррета, а он сквозь стену прошел. Но при таких-то способностях становится понятно, как они следят за Гарретом. Ну ладно, это то, чего я не должен был видеть, но застал пусть и случайно. Нету совершенно легких заданий по типу проникновения в храм Хамеритов, где маскировка решала все, или последние миссии, где можно просто пробежать не задумываясь. То же преследование сделали более интересным. Ходил уже по городу наполненного стражей и думая, а как их обойти или вырубить, да еще и цели из виду не потеряя, потом и вовсе засада. Карту чуть переделали, добавив отдельно заметки. Иногда в руки попадается что-то хорошее, а не криво нарисованное Гарретом. Ланбанка, например. А может попасться что-то очень несуразное, где просто отмечены этажи. Вот ты находишься на первом, вот тут на третьем. Разбирайся сам. С тех же лучников теперь можно подбирать стрелы. А вот что произошло прямо на глазах. У страшника упал один почти на другого. Но это не было замечено. Да и вообще странное не бывает. Вот лучник, которого нельзя глушить, когда он заметил игрока. Обычно даже если лучник тебя заметит, можно подбежать, ударить его, он начнет шататься, и надо всего лишь зайти ему за спину и сделать еще один удар. И все, лежит. А вот на обычную стражу это не действует. Да вот на этого почему-то сработало. Можно было бы списать это на то, что чем дальше игра, тем лучше стража. Но нет. Этого, который я отправил пускать слюну на ковер, был в самом конце. Может это как-то зависит, кому принадлежит охранник. Но я не знаю. А вот что действительно изменяется ближе к концу, так это стражи становятся более внимательны. На второй миссии вырубать их, оставаясь незамеченным, просто наклонившись на Q и E, можно было. А дальше в какой-то один момент это просто перестало работать. Ибо замечали намного раньше. Поменялось управление, больше никакого медленного шага на кнопку S. Теперь это назад. Вот потому что управление вот так вот поменяли, от непривычки, я уже наоборот отходил от врагов, когда надо было медленно к ним подойти. Теперь старая добрая долбежка W. И shift теперь не замедляет, а наоборот ускоряет. Опять нужно переучиваться. И вот из-за этого многие прыжки были запорыты с непривычки. Ещё дали возможность приближать изображение в любой момент, а не так, как раньше при помощи лука. Ну, оно и понятно, ибо это всё делается механическим глазом. Только я как всегда не лез в эти ваши настройки, раскладки. Ну вот я не люблю переназначать клавиши. Только если совсем уж всё плохо, там передвижение на стрелочке, или ещё хуже на нампаде. Ладно, тратить время на починку игры, или на моды, которые сделают её чуть лучше, это ещё окей. А на настройку управления как-то лень. И ASD перестали отвечать за повороты камеры. И вот для некоторых сравнений, которые не пригодились, впрочем, я зашёл в первую часть, и пришлось заново привыкнуть. Но это был вопрос уже двух минут. И вспоминается, кстати, один из аргументов в сторону ПК, что, мол, во всех играх управление одинаковое. Но это только на консолях могут поменять кнопки местами. А у японцев так вообще нолик по оттверждению AX отмена. Ну да, если ты играешь только в самые новые игры, когда уже раскладка устоялась. А если хочешь попробовать что-то старенькое, то на тебе, адаптируйся. И для меня это не особый минус, разве что это был бы онлайн проект, тогда да, лучше изменить раскладочку. Как итог, это очень хорошая игра, которая мне понравилась. А что по времени прохождения, я потратил 26 часов. Ну что же, всем удачи, всем пока. После Словии. На эту игру есть мод под названием The Twix Shadow of the Metal Age. И обычно я не люблю играть в сюжетные моды, но тут я заинтересовался, ибо его называют чуть ли не лучшим модом, когда-либо созданным. Но очень уж одно место после этого зачесалось. И видео даже хочется о нем сделать, раз он весь такой классный. Но вот, видимо, не судьба, ибо оказался он не особо играбельным. Может, я, конечно, нашел не ту версию, или еще чего. Ну, как можно играть, когда каждый раз при входе в меню игра принимает оконный режим, пару мерцаний и обратно возвращается в нормальное состояние. И то же самое происходит, если открыть карту. Еще с FPS все плохо, или еще с чем-то. Картинка не плавная, дергана. Все как будто в киселе. Сам курсор мерцает. Некомфортно, в общем. И да, я перепробовал кучу способов установки. И с тем патчем, который на сайте мода, и с атафер патчем, текстурки новые, всякое прочее тоже ставил. Фиксы на то, чтобы работала игра лучше с новым железом. И много чего еще. Но мне как-то неприятно ковыряться, как курица в говне. Где-то вообще предлагается поиграть в этот мод, как в пользовательские карты. Но я как-то не знаю, будут ли в этом случае ролики воспроизводиться или нет. И как прогресс будет работать. Одним словом, все криво. А жаль, что не получилось. КОНЕЦ